холла амиго снова вы снова я и это не дота а дело в том что на ю тубе очень много сейчас видео снимают игроки в доту и в прочие и голимые пародии причем снимать даже полные рачище которые сами не играть не умеют ни хрена и снимают люди смотрят все рады все счастливы вебка тоже так могу я тоже хочу играть вот в эту в эти игры и чтобы тоже все смотрели обалдевали но играть доту я не буду ваш нет дота не нравится во первых там одни раки во вторых во вторых я знаю игру лучше это heroes of nevert она появился раньше чем дота здесь лучше графика здесь все интуитивнее понятней намного значит плюс кстати я на самом деле вчера зашел сыграл один бой в доту тесно я закончил игру со счетом 6 убийств 6 убийств и одна смерть по моему это до конца не доиграл я вышел из игры а ливнул потому что ну просто такое уныние запредельное я не знаю heroes of nevert игра поступила знаете каким образом нехорошим они закрыли на и интернациональный международный сервер игрокам из россии белоруссии и украины для всех стран снг то есть чем это связано с тем связано с тем что игроки из стран снг просто игроки с ними не хотят играть нормальные люди ну и можно понять ну действительно если посмотреть на людей играющих ворлов танк становится все понятно да то есть примитивные примитивные такие знаете как бы сказать не хочется сказать что мозги но просто не могут они хорошо играть вот смотрите для стран снг heroes of never допустим до доступен только на серверах гарены через гарену можно в нее играть значит средний рейтинг среднего игрока на интернациональном международном сервере начинается со статистики 1400 нормальные игроки на сервере снг начинается со статистики 1800-2000 ну то есть видите да что там уже совсем уровень то есть выше как бы нужен чтобы нормальные люди начинались то есть это указано то что там огромное количество днищ просто невероятных ну потому что это наверное игроки world of tanks ведь world of tanks делает людей тупыми просто тупеют от него невозможно играть в эти медленные примедленные танки и при этом сохранить сохранить какую-то реакцию сохранить скорость работы мозга ведь там все очень-очень медленно да заебало ты господи блять блин на самом деле я последний раз играл эту игру года три назад поэтому забыла забыл немножко настройки какие надо выставлять поэтому такой долгий поиск было обычно поиск здесь идет ну ну и тебя среднее время полторы минуты написано но я обычно помню что редко ждал больше минуты в доте как я уже сказал я вчера сидел минуты четыре наверное или пять я уже сходил чаю надел там все поиск идет 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 но я думаю что пока пока ищет я пожалуй пожалуй это пропущу все так сглазил я сглазил честно говоря время время ожидания игры тоже пять минут было у меня как и в доте так выбор героя датика рам у меня кстати шкурочки есть от некоторое количество всяких разных прикольных свое время у меня было больше тысячи больше тысячи игр сыграно но это было очень давно я уже нихрена толком не помню новые герои кит появились новых я брать точно не буду волосы неудачно сейчас черт побрал эти маски блин где бы где бы удобно и нормально это скоммунизить посмотрим сейчас чё еще изменилось первое что вчера меня расстроила в доте как только игра началась этот магазин как а я еще играл в первую доту самую первую да я очень старый там где еще скиллы не работали на аквэр на qw и r приходилось и кликать их мышкой либо на какую-то невероятную кнопку на клавиатуре где-то находились хрен поймешь но первая первая дота была такая стояла пять магазинов и один в лесу еще хрен поймешь чего крафтится что куда вот и похоже ощущение паники было когда я включил дота вторую я увидел просто этот огромный магазин где-то но слева я понял что рекомендованные вещи а справа какая-то просто просто свалка из всяких в перемешку мечи и доспехи и чё странно что я выбрал шкурку и мне шкурку то и не дали в общем вот справа было всякий всякий замес просто всякого хрен знает чего тут такого нету здесь вот все по порядочку все все рассортированного здесь доспехи вот здесь там магия здесь вот основные штуки здесь оружие там здесь активное оружие все все понятно интуитивно и и вообще и вообще отлично то есть даже чай который будет играть в первый раз должен но в принципе думаю что сходу въехать во всю романтику как она сделана никаких проблем быть не должно в отличие от вот варда вот видите сверху прям вот отсортирована аптечка мана телепорт варда вард все все для людей все как все красиво все все оформлено то есть но удобный магазин согласись сюда вдоль тебя нихера не понял где купить варду где чего я это все увидел у меня сразу депрессняк начался на самом деле плюс здесь есть а убрали панельку где написаны кнопки быстрого вот этого то есть перемещение атаковать ну один из элементов про скилла это добивать своих мобов когда они ранены здесь ну то есть в доте я вчера играл я не нашел кнопку на которую можно юзнуть атаку а здесь нашел то здесь раньше была таблица здесь было написано что нажимаешь на а указываешь на юнита и твой герой его добьет герои многие повторяются что в доте что в хоне но много в ходе было героев и собственно авторских придуманных исключительно с 2 game собственно начинается замес графика мне в ходе не нравится больше она какая-то менее ну тоже мультяшная конечно но не такая как не такая как стандартная варкрафтовская фигня доты посмотрим а насколько я растерял свой скил вот вот эти добил ничего сложного нет я у меня друзья играли в какую-то игру где какую-то раскраску надо раскрашивать чтобы там да кстати здесь еще надо миссать ну обозначать что враг с вашей линии покинул обозримую территорию это обязательно часть скилла никуда не денешься да она опухла и вот мой первый фраг а я сейчас походу сам подохну пошли в жопу дело в том что у меня программа дело которая делает скриншоты настроена на такое же сочетание клавиш как и программа вернее как и употребление быстрых предметов здесь да 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 ты прям прям напугал меня прям я прям боюсь рампыч не самый сильный герой однозначно не самый сильный но и не самый слабый я считаю что он интерес интересен особенно для новичков вот этот его скилл с разгона ухерачить всем так нравится чем больше скорость у него тем он больше дамажа там есть него такой скилл скилл хороший надо надо будет взять лечение деревьями не знаю в доте я не нашел такого когда вчера играл я играл ровно 55 минут на больше меня терпения не хватило видеть как люди просто не понимают вообще зачем они там находятся видимо это связано с чрезмерной популярностью доты все решают в нее поиграть огромный наплыв народа и огромный наплыв людей которые вообще это то есть но член с ручкой путают условно говоря здесь по крайней мере на интернациональном сервере где я играю благодаря хитрожопому админу моей локальной сети хочу заметить что не надо у меня спрашивать как я сюда попал я сам не понял как эта штука работает но я могу играть на интернациональном сервере я могу играть с нормальными разумными людьми то есть весь примитив остался там в горении нету ничего хуже как говорится российских игроков массовых есть конечно про команды я знаю что там я говорю что там в доту играют одни ломоботы да но в доте есть турниры турниры есть везде в любой игре выявить лучшего среди худших это не проблёт видите вот рак второго его он бегает и мечтает загангать на что надеется этот человек ну еще ударчик на блин мой еще один фраг это называется я не играл в эту игру два с половиной года примерно рекомендованная порядок прокачки скиллов в игре тоже есть но я на него не смотрю я по памяти помню хотя за рампэйджа играл не так часто в основном после того как купила шкурку для него классно мнение не чувак может под башню еще ой 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 3 фрага надо надо похвалить своего напарника по замесу на лайне почему очень трудно после хона я думаю играть в доту было бы мне кстати справа здесь я вебкой закрыл табличку общий счет игры что-то он пропал мне куда-то для вас я то вижу то есть потому что новые предметы в доте по-другому называются герои все по-другому и невозможно взять просто переключиться я могу играть очень хорошо фон но при этом я буду играть очень плохо в доту потому что они очень сильно отличаются кто бы что ни говорил что клон это доты не клон это доты они очень разные но просто вот абсолютно разные игры на один и тот же мотив собственно вот так бы характеризовал то есть чем хороша чем хороша дота в принципе за что и нравится то что в доте качается только скилл задротство бессмысленно вы не прокачайте здесь своего героя чтобы он был сильнее чем герои соперников это хорошо с одной стороны то есть ну допустим там чем больше ты играешь в линейдж тем больше левел этого персонажа вот здесь каждый раз игра началась сначала в этом есть определенный плюс она отсутствует элемента вот этой любви которые столь любимой школьниками прокачки скажем так что типа да они они про и они проигрывают со страшной силой что типа там танк новый прокачать купить вот этого всего нету да но здесь а шкурки новые можно одеться что прокачать получить что тоже неплохо в хирстоуне например щас 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 где эти шмотки плохо помнят а хирстоуне чем дольше ты играешь тем лучше тебя карты ну зачем ультовать было и нас тут и так больше чем надо вот хирстоуне появляются читерные карты здесь ничего такого не будет здесь ты играешь только для того чтобы у тебя был больше скилл выше чем ты скиллованнее тем ты естественно будешь больше жопу разрывать это то самое чего нету world of tanks там скилл ни у кого не растет там да люди играют одни играют хорошо другие играют не очень хорошо но там игра такая где просто плохо играть в принципе невозможно я думаю я не знаю что почти как люди могут плохо играть в игру которая такая медленная блин давай втаскивай ёптать ну что ты вот и панда косая блять как не ну а если юзать скиллы на мобах я от этого конечно не помру на здоровье чувачок я думаю что я уже пожалуй начну как гангать потому что бить мобов а мне не интересно смотреть на это тоже не интересно я хочу крови я хочу убивать грейв кипера сейчас сольют сверху той ну еще разок шбанька все нету причем одно мода слил грейв кипер да 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 какой-то номер горбатый странный лишь странная шкурка у номер да ну какого выбрал таким играет так ну что кого можно мочкануть так а сальфорису все-таки добьем он не задолжал манны правду не маловато сука он он уходит нет 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 зажмите его зажмите подойдите кто-нибудь господин куда ты грейв кипер что-то лоло что ты делаешь давай-ка прокатим его на хуй уголопом на он забрал мой фраг заслуженный паскуда тварь чтобы у него член азерб завтра что он проснулся писюльки нету вот так на мне на самом деле надо надо бы что-то на регенерацию маны прикупить потому что мочка ну-ка дерево мне нравится это эта фишка регенерация маны чтобы просто постоянно брать разбег да на самом деле можно уже вообще в принципе хрен забить на базе стоять мы и так уже победим потому что у них команда просто полная абсурса вообще ничего не могут противопоставить многие кстати не понимают что чем чем приходит что прикольного в доте зачем она нужна свои приколы есть в любой игре но вот большинство пародий на доту это действительно хелл и отстой сейчас я возьму разбег на него но я возьму разбег не для того чтобы его убить а для того чтобы он в лесу не потерялся ведь когда рампейджи делают разбег он подсвечивает цель которая не может пропасть но вот но вот тоже сука сильная сучара надо поосторожнее быть но осторожность а вообще мой конек герли первым делом если вы играете в доту или в хон и у вас не получается в него играть а я вам скажу почему первым делом нужно научиться перестать дохнуть это основняк что нужно сделать это перестать сливаться в лесу накачался наш предметр ну все понятно понеслась по яйцам дрожь пока я бегал пытаясь всех убить команда накачалась но у меня все равно 3-0 2 асиста есть и дневки а у леса значит а либо сейчас собрать эту но саша яша или как вы там никуда не делась first burn называется здесь она неплохая довольно штука кстати ну что ж мама она подождет думаю никуда не денется так 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 лягушка но подсвети подсвети где он сейчас я его выволоку ультой мы его трахнем как следует есть в этом фишка рампейджа но не пугай же ты его раньше времени господи что ты делаешь в принципе я играю сейчас наверно за механической памяти просто и он он включил ульту и собрался съебаться от нас но не тут-то плавал этот хрен куда ты от меня денешься а я думаю что они сдадутся через 15 минут я не знаю если эта кнопка в доте 2 судя потому что на команда противников когда я вчера играл не сдалась видимо нету я не знаю либо и не умеет сдаваться да господи срока там мы порвали видимо наплыв нубов пришел пришел к сожалению и в хон потому что но чё-то я до свидания что-то как-то неинтересно как-то с ними играть я думаю что грейва я не спасу могу боднуть вот эту да за ним трое а нас двое вот сейчас если чувачок подтянется со своей ультой дэшку хватай мудак блять какой ты мудак господи беги беги лягушка беги нахуй да засчитано от ебиська от него блять добили добили ха 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 да дай выйти нахуй надо все хватит я навоевался о еще один все да ребята ни о чем надо им пукан поджечь чтобы выбрать другой фильтр что нет да 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 к сожалению враги да вообще ни о чем хотелось бы что-то поинтереснее приходится работать с тем что есть давайте поехали мы с альфорисом очканем придетер давай давай ну придетер конечно у нас до последнего вот не люблю людей которые до последнего в лесу сидят но мы уже так побеждаем что-то в этом лесу ловишь то и вот царский удар шайтан он ничего у тебя сбежка моя добыча суки спиздили все таки смотрите прямо из цепей вырвали ух бля кровожадные впали в раж да у них команда конечно состоит из фидеров из одних над из фидеров и спидеров процентов на 90 но никто не лива это вчера а когда мы когда я играл в доту вчера у них из команды вышло уже три человека у них двое всего оставалось на тот момент когда мне уже окончательно потерял весь интерес к этой игре вышел просто здесь заливы не знаю как доте но здесь заливы накидывают карму и она и она потом не дает возможности заходить в игры если у вас высокий высокий процент ливов вам говорят извините да-да-да предатор без твоего прыжка мы бы не справились это красавчик о да ну что пронесем у что ли сторонку какой-нибудь опа опа это я его нашел могли бы прогадать все они сдались победы нас с победой ну и статистика моя это я получил много много плюшек и так статистика это какая а вот 6 фрагов 0 смертей 5 асистов ну я был я был хорош кстати вот во второй раз начал игру и поиска поиск лобби шел 10 секунд вот реально первый раз я сидел 4 минуты сейчас 10 секунд и если сейчас все все подключились так ну что ж кем бы натянуть всем глазик на жопу важно еще не хватать героев не глядя надо посмотреть конъюнктуру команды кто кем играет сколько магов сколько танков на мид хочет какой-то постоянно кто хочет на мид тот оказывается днищем я не знаю я не знаю с чем это связано а может ревенантом взять или амунара амун рачитерный хрен то так то или вот эту тетю взять это саппорт ой я придумал я я саппортом сыграю точно я буду феей я буду играть нимфорой жалко у меня нету скинов а у меня есть питер пен что они там пишут что снова что-то не стоит брать я пошли в жопу очень много приколов есть с этой игрой связано с языковым барьером скажем так ну русских русскоязычных игроков много но больше все таки иностранных и вот в интернете лежат словаремата для русских лежат словаремата как покрыть их своих напарников по команде кстати переместил в камеру как покрыть хуями значит своих иностранных напарников по игре а для иностранных лежит русский словаремата как покрыть хуями а как покрыть собственно наоборот русских вот мы с другом играли, а он днище и рак, он сливался-сливался. В итоге ему написали, что он собака и сукин сын. Я угорел просто. Собака, сукин сын. Такой угар был, ё-моё. Умеют эти иностранцы отжечь. Собака, сукин сын. Так, это крафтится из вот этого колечка. Чёрт, мне не хватает пять монеток. Долбаных пять, мать его, монеток. Чтобы не встали по перегорлу. Так, я иду с гаундлитом. Это не так плохо. У меня есть стан, у него есть притянуть и втащить. Видите, как шикарно нарисованы здесь персонажи. Мне нравится, например, вот некоторые персонажи нарисованы прям очень хорошо. Чего я не могу сказать о Доте 2. Там то, что я увидел, мне не очень понравилось. Опять персонажи все какие-то распухшие. Графика какая-то в мультипульте, хрен знает что. Я, в принципе, никогда не был фанатом Варкрафта, каюсь. Я Варкрафт никогда не любил. Я к нему всегда был равнодушен. Ну, Варкрафт, Варкрафт, стратегия, может, и неплохая, да. Но сами вот эти раздутые человечки, которые там ходят, что орки, что не орки, жирные такие. Я как-то больше реалистичность люблю. И вот графика Хона, вот деревья, тени. Она, в принципе, может, хорошо. Но почему? Что? Что случилось? Блядь, какой-то рак... Какому-то раку не дали мид. Он опять разнылся и хочет выйти из игры. Кстати, поддержать крипов хорошая фишка. Постоянно какие-нибудь нубища делят мид. Ни хера не могут поделить его. И начинается нытьё, блядь. Вот прям ноют. Я выйду, я играть не буду. Я единственный, кто никогда, блядь, никогда не рвался на мид. Даже если я беру мидового героя, я спокойно могу на лайн пойти. По крайней мере, если мы обосрёмся, меня никто в этом не обвинит. Так, пойду-ка я вард поставлю. Хорошая попытка, Деваур. Но когда у тебя всего один скилл, а Деваур это пудж по дотовскому, когда у тебя только один перк, что-то пытаться пукнуть. Кстати, вот пука ему не хватило как раз. Вот, что-то пытаться пердеть бесполезно. Но он решил показать, что он хукнуть может. Между тем, в лесу сверху большая концентрация наших неприятельских. Не наших. Ну и, конечно, надо было скрысить у бедного саппорта, блядь. Ивонный. Ивонный законный фраг. Больше я твою жопу, сука, такая спасать не буду, если ты так будешь делать. Я этой нимфорой, вот этой феей, которая лечит и восстанавливает ману, я не вру, я иммортала делал. Причём с лайна пришёл, не с центра. А, ну, а... Решил гаунтлет не ждать, пока я прокачаю себе... Пока я... Да, вот у наших союзников что-то не униклеится. Гаунтлет решил не ждать, когда я прокачаю себе... Регенерацию. И ушёл на базу. И потратил деньги на телепорт при этом. Вот насчёт курьера я не помню, как им пользоваться. Есть такой косяк у меня, да. Ну и пока гаунтлет, получивший деньги за свою... За украденный фраг ходил, он проебал кусок левела. У него не хватает теперь, он третий. Ну, как и я, должен был быть уже четвёртым, по-хорошему. А я в это время немножко денежек забил. Но почему курьер ничего мне несёт? Какая-то падла, сука, юзает курьера. Поначалу, причём, в ходе курьера надо было покупать одному из игроков. Это более поздняя фишка, что курьер стал автоматический. Теперь все жилят. Что за ублюдок, я не понимаю. Визит курьера, блядь. Вот, блядь, думает, раз он пошёл на мид, значит... Блядь, пиздец, курьер теперь его, блядь, собственность. Гаунтлет сделал какую-то неуверенную попытку притянуть, видим. А, нет, наверное, я не успею. Ну, ботинков-то нету, блин. Заебал ты, блядь, курьера трогать. Ну, а сейчас я могу успеть спасти ему жопу. Ну, может и нет. А вот это было не очень метко с моей стороны. Ладно, не маленькие, сами как-нибудь разберутся. Валить надо отсюда. Пытаются блудхантера отправить в лес. Блудхантер упирается и в лес идти не хочет, по-моему. Так, надо выполнить долг саппорта и полечить гаунтлета. Ну, подойдишь ты ко мне, лошадь, блядь. Вот ты, чувак, бесячий вообще, а. Ну, счёт 3-3. Ай, пошёл уже. Ну, блядь, ты молодец, нахуй. Ну, ты, блядь, и мудак, гаунтлет. Такого, блядь, дурака, нахуй, пойди поищи. Блудхантера! Вот это была попытка просто откровенной подставы, блядь, с его стороны. Я не знаю, о чём думает человек, когда... То ли он не знает, блядь, какого скилла и работает, то ли он умышленно такой дурак, блядь. Я пытался убежать, он взял меня и закинул обратно. Братец листый не джентльмен, ни хрена. Скажем так, жопа. Так, мне нужен, мне нужен кирзач. Манал я такую скорость перемещения. И мана. Ну, как он попал-то? Ой, бумеранг. Упс, всё-таки он сдох. Хотел от невероятной жадности меня добить. Ну и желательно при возможности ещё самоубийца. Ведь когда у Деваура кончается жизнь, а при этом скилл пердежа включен, он просто дохнет. Ну а чё-то у него не повезло. Блудхантер немножко отъелся. Ну мы долго тут втроём, собственно, будем на лайне стоять, а, ребятки? Теперь мы втроём пойдём в магазин, да? А хули нет. Хорошая идея, давайте. Ульта у меня, это мой телепорт. Но ульта! У нимфоры не очень интересно. Да, пожалуйста, подавись и сдохни. Хе-хе-хе. Я добрый. Вот когда у Деваура появится ульта, тогда он будет опасен, потому что Хук-то он кидает метко. А вот теперь у него ульта и появилась. Хук-то он кидает метко, но удержать пока что ему было нечем. А вот ещё один придурок. И теперь это будет у них комбо. Один включает свою вертушку, второй притягивает и держит. И всё, спастись от этого уже невозможно. Плюс, когда он вертится, на него ещё и не действует. О боже. Да, но... Свифтблейд классно скрысил у него. Базара нет. А вот Бладхантеру не повезло. Добей Свифтблейд! А, нет, Бладхантер начинает их добивать. Сейчас он их, походу, затащит. Смотри, один остался. Ну, ну, найдёт, не найдёт. Нет. У него чутьё, к сожалению, не включается. Блядь, что это за подсказка в магазине? У него не включается... Не добил он противника, чтобы у него стало мало жизни, чтобы у него чуйка эта включилась, которая... показывает, поэтому... Поэтому, сука, он сейчас сдох. Блядь, а я не успею. А я не успею, блин, из-за сапога дурацкого. Мой фраг, мой фраг! Я заслужил! Я заслужил его! Ну да, но бета не так, надо отойти отсюда. В лесу может сидеть грёбаный Деваура. Хваталка у него длинная. Держалка жадная. Жопа толстая. Жопа толстая, видно его не очень хорошо. Я, конечно, кину варду, я могу её поставить, но если кто-нибудь меня проводит, а то я... Питер Пен всего лишь, я слабый, я сдачи дать не смогу. Видите? Нет, всё-таки пронесло маленько. А вот теперь эти говноеды идут на нашу вышку. Ну блин, я курьера жду, подождите, подождите, гангать! Это что такое? А, второт. Вот я не видел раньше этого героя, я не знаю, на что он способен. Чё он умеет. Ну что? Время гангать, ребята, Блэд Хантер пришёл. Блэд Хантер смотрит лес, он думает, что кто-то у них в лесу фармится. Но я не вижу у них лесных персонажей. Ну Дампир может теоретически быть. Но чё-то он тупит. Слушайте, я бы Дампиром на их месте действительно сейчас в лесу находился, и может он наш лес фармит? Как бы... Или они тоже гангают сейчас с пятером ходят, и если их найти... Найти их в одиночку, может не повезти вообще ни разу. Но вот кого-то кто-то допопался. А я нашёл Дампира. А я нашёл Дампира, но... Не знаю, почему Дампир на меня не напал. Ладно. Ладно. Ко всем хренам не буду я в два часа лазить искать. Покачаться тоже надо. Да, недолго я один на лайне стоял. Ужас нахер. Чё происходит? Ну, они пытаются протащить нам лайн. Наши пытаются в это время расковырять им мид. Ой, блядь. Я отошёл просто на секунду. Да, у Дампира... Дампир недаром похож на вампира, потому что у него, сука, это, блядь... Регенерация от дамага. И очень, блядь, неплохая. Не хватило ему миллиметра. Надо его послать... Послать его хорошенько... Ух, туда прям. Хитрожопый ублюдок. Чё, только на саппорта можешь наезжать? Не-не-не. Тут такая шляпа не прокатит. Так, выбрать гайд можно, кстати, из вещей. Что-нибудь интересное, например, взять вот это, вот это. Да, денег у меня в этой игре вряд ли на эти крутые шмотки хватит. К сожалению, не очень-то складывается у меня. Набивание фрагов. И левел у меня что-то говно какое-то. Ну, давайте его. Блядь, я не успел. Так, хотел фраг забрать. Хоть один. О, зато я вышечку забрал. Тоже мило и неплохо. И мой стан просто, 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 просто помог всем. Ай. Ну, возможно, он бы убежал, если бы я не заставил, кстати. И вот там в лесу я вижу ещё какой-то замес идёт дьявольский. Свирт Блейд, к сожалению, натянул, натянул гаунтлета. Паскуда вонючая. Ну, под башню-то я не полезу. Как и в Рэчит Хэк, наверное, туда не полезет, я думаю. Ну вот, просто постоим, подождём, а теперь пойдём его и трахнем, как следует. Вот уёбок. Ультанул, ультанул. Ты посмотри, чё сделал, а? Ну, ВХ, ладно, заслужил, в принципе, этот фраг, но мог бы ещё и лечение подождать. Но не стал. Не хочется, чтобы я его лечил. Там по лесу кто-то идёт на перерез мне. Ай-яй-яй-яй-яй. Блядь, пизда мне, походу. Опять, опять гаунтлет не того, не того схватил. Есть у него такой косяк регулярный. Сука, стан мой не дотянулся. Нет. Это проигрышная ситуация, у меня нету маны, мне нечему помочь. Нету жизни, нету маны, много денег. Которые жалко. Могу только погоню снять. Если она будет. Нет. Электрику у них, я смотрю, мазохисты. Ещё тот? Нет, только не меня, ублюдок. Он всё-таки меня трахнул. Дайги в жопу. Уберите это говно с моего экрана. Не нужны ваши... Свифтблейд у них собирается в жало, походу, игру-то затащить, я смотрю. А наш Блодхантер собирается ему в жало отвечать. Вот вам и дуэль. Да, магическая защита, чтобы... А вампиризму чем снизить? Что вы... Что за советы какие-то дурацкие? Скройся нахрен. Подсказка шлак. Вот я что хочу. Я хочу... Собрать вот эту штуку, но, походу, я её не соберу никогда. Очень много... Очень дорого она стоит. А кулдра... Неплохая штука, тоже стоит очень много. Чёрт. Ладно. Что-то... На что-то надо тратить деньги когда-нибудь. Так, он, сука, взял хосту. Это значит, что кто-то в ближайшее время умрёт. Надо постараться не быть этим человеком. Единственное, что можно сделать. Говнюк, блядь. Лихо он вздриснул. Да, ни хрена, чувак. Это мой фарм. Отвали. Так, там очередной замес начинается. Опа, опа, опа. Срослась елда и жопа, ну. Танковать кто-нибудь будет? Никто, блядь. Стадо ссыкунов. Наши пацаны были не готовы к такому повороту. Сюжет, а? А там кто? Деваур. Ну вот этого жирного ублюдка неплохо было бы наказать. Разок. Как вы считаете? Он хочет, сука, схватить его. Ну пусть он ульту-то потратит на тебя. Отлично. Из-за того, что он забыл выключить свою газовую атаку, он взял и подош. Неплохая щита. И мы им тоже, в свою очередь, протаскиваем лайн. Ну что, теперь гонка. Кто быстрее протащит? Я правильно понимаю? У нас там кто-то дефает. А, да, мы их победили там, смотрите-ка. Рэчет пошёл, пошёл перехватить крипов. Это отчаянная... Отчаянная атака, в общем-то. Увёл. Увёл и молодец. И улетел. Не пообещав даже вернуться. Так, пока... Саппорту одному тут... Тусить дело... Опасное, неблагородное. Надо сдриснуть. По тихой воде. А ещё можно попытаться пофармить у меня уже, в принципе. Дамаг-то есть магический, неплохой. Блядь. Но только вот не вы, уроды. Антимагические существа вышли. Вышли повыяживаться, суки рваные. Вот этих можно. А он... А он... Зашибись. Но... А, учитывая, сколько мне надо денег, я столько не нафармлю просто. На мобах в лесу. Нимфора всё-таки не самый такой персонаж подходящий, я бы сказал, вообще не подходящий. А это, наверное, сука, не настоящий, да? Да нет, настоящий. Решил прийти и отдаться, как последняя проститутка. Торрот, смотрю. Смело тратит ману. В моём присутствии. Ну подожди ж ты, чувак, давай я тебя залью. Ой. Гласился, не повезло на этот раз. О, блядь, вот кому не повезло. Да. Ну он, конечно, хрен угадал, но против такой кодлы вышел один. Смело, тупо. Сдох. Я, собственно, не понимаю, почему мы не рушим башни. Чёрт его знает. Что там в голове у этих... моих напарников. Я так всегда за то, чтобы давить лайн. Чем быстрее проломишь им стенку базы, тем... Вот они пытаются это сделать. Вот смотрите, вот это, видите, кто-нибудь, нет? Блядь, почему? Чё-то кликалка сломалась у меня по карте. По башням, по башням, они вроде как выигрывают на одну. А, нет. По башням вообще ничья. Но вот с этого направления надо у них преимущество в башнях ликвидировать срочно. Потому что рано или поздно они забэкдорят и проломят нахер стену. Бэкдор святое дело в этих играх. Что бы там ни говорили соперники, бэкдорить можно и нужно. Потому что бывают такие ситуации, когда... Либо бэкдор, либо поражение. Естественно, логично выбрать бэкдор. Одновременно снесли вышку мы им снизу, и они нам с центра. Неугомонные сукаублюдки. Вперёд, 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 пошли, пошли. У нас... Хорошо, что много персонажей, которые способны разорвать захват. Вон он, вон он. Жалко, курьера не успели убить, но зато я успел урвать фраг. Ну что ж, почти что геноцид. Почти что всех убили. Но, кроме Гласиуса, конечно. Самое время что-нибудь пропушить, я так думаю. Так, закажу-ка я курьера. Они уже хотели сдаться, только что голосование проиграно. Мне кажется, согласился, у них АФ кашет. Он девятого левела. Он не играет, потом мы играем про четверых. Да, что ж, видимо, скилл игроков Хона тоже теперь находится немножко на другом уровне. Блядь, это его вертушка долбанная. Блядь! Ай, блядь, не успел выстрелить, сука, раньше. Я умер, но фраг я забрать успел. Так, а где моя... Где моя штучка? Выложите-ка мне, пожалуйста, ее в тайник пока. Кто-то постоянно выхватывает у меня курьера, блядь, из-под мышки. Заебали. Только я себе его отправлю, хуяк он уже, блядь, куда-то бежит, непонятно, блядь, к кому вообще. 36 секунд возрождения, после чего у меня появится мазелый артефакт, который замораживает всех вокруг при активации с дамагом. То есть, саппорт будет прям у меня боевой. При этом у меня счет 3-3, 14 асистов. Больше всех асистов за этот матч. Неплохо. Но теперь они давят нам бот, сука. Благо есть кому 10. Что это все-таки за персонаж такой? Цыганка какая-то, по-моему, да? В натуре цыганка есть. Все, 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 я лечу, лечу. Вперед, пацаны, вперед. Ща нагнем. Вот если б свифтблейды от меня подальше держали, было бы вообще все изумительно. Гаунтлет пытается фарму меня покрысить. Так некрасиво с его стороны. Ну давайте, блядь, затащим. Ну давайте затащим. Пожалуйста. Хватит нахуй свои фармы делать. Они сейчас нас по одному, блин, переловят. И забэкдорят. Я вот вангую, что так будет прям. Если вот команда продолжит вот так вот, блядь, дрочить. Чем она, блядь, и занимается. Стой, гаунтлет, стой. Но я же телепортнуть могу. Вот, гаунтлет сообразил. Что нужно сделать. И Деваур был порван. Ой-ой-ой. А нате вам, пидорасы. Отведайте. Да. Всех захерачил в Рэчит Хэк. Ну, конечно, я свою пачку ассистов получил. И они сдались. Вот так-то письки розовые. Хе-хе-хе. Ну, а 18 ассистов. Я не хочу сказать, что это суперкруто. Ну, больше, чем у всех. 3-3 для саппорта. В принципе, неплохо, я считаю. Две игры, две победы. Ну, что ж. Я думаю, я надеюсь, вам понравилось. Играйте в Heroes of Never. Не играйте в Dota. Даже, думаю, что Хон на горе. Мне все равно лучше, чем Dota в Steam. Мне так кажется. Не знаю почему. Очень много платного контента я видел в Dota. Когда вчера зашел, чего только купить не предлагали. Рейтинг продают какие-то персонажи, по-моему, или шкурки. Есть только шкурки продаются, по-моему. Рейтинга, вроде как, купить нельзя. Но, во всяком случае, было нельзя, когда я постоянно, регулярно играл в эту игру. В общем, всем спасибо. Пишите что-нибудь. Жмите куда-нибудь. Может, игры в онлайн, в летсплее по онлайн-играм станут регулярными. Кто его знает. В общем, адьё.